53% голосов и горячую поддержку сторонников, Саркази приходит в Елисейский дворец под ожесточенные проклятия 20 с лишним миллионов французов. Причина проста. Новый президент обещает Франции либеральные реформы в духе Маргарет Тэтчер, а к этому очень многие жители Франции, уже привыкшие работать по 35 часов в неделю и боящиеся жесткой конкуренции, совершенно не готовы. Саркази также обвиняют в склонности к демагогии и в чрезмерной для французского президента любви к Соединенным Штатам. Пожалуй, не было еще в истории Пятой Республики президента, который вступал бы во власть под аккомпанемент громких протестов и сотен сожженных автомобилей. Многие предрекают, Саркази Франция входит в эпоху острых внутренних конфликтов. На этой неделе за событиями во Франции наблюдал наш корреспондент Рамиль Гатаулин. Предлагаем вам его репортаж из Парижа. Сигурен! Сигурен! Сколько сторонники Руаяль не заклинали небеса именем своим мадам, фортуны и большинство французов в этот день были не с ними. Чудо не произошло. Большая политическая гонка Тур-де-Франц закончилась так, как и предполагалось. Главный приз ключи от Елисейского дворца, официальной резиденции французских президентов, достался лидеру правых Николя Саркази. Как только закрылись избирательные участки и объявили первые результаты выборов, на Парижские улицы высыпала ликующая толпа. Отметить победу своего кандидата, вернее уже своего президента, сторонники Николая Саркази пришли сюда, на площадь Согласия. По злой иронии судьбы, именно как раз Согласия не будет хватать французскому обществу в ближайшие пять лет. Большинство политологов склоняются к мнению, что Венгура Саркази не столько объединяет, сколько разъединяет страну на левых и правых. За Саркази проголосовало 53% французов, за Руаяль всего на 5% меньше, около 48%. Многие французы, особенно левых и центристских убеждений, признаются, что голосовали не столько за мадам, сколько против месье. Мы бы тоже не голосовали ни за одного, ни за другого. Но поскольку все-таки было так важно побить этого Саркази, то, например, я все-таки за Сеголен голосовала. Но я не могу сказать, что я была бы в восторге, если бы Сеголен была избрана. Я была бы менее огорчена. Во Франции есть два недуга. Одно – это безработица колоссальная, а другое – это долг государственный. И ни тот, ни другой не знают, как избавиться от этого. Они давали свои рецепты, но абсолютно неубедительно. И я абсолютно уверена, что ни тот, ни другой ничего не смогут против этих двух, так сказать, французских несчастья. Саркази считает, что причина всех бед – огромная армия чиновников, 35-часовая рабочая неделя и высокие налоги. Иными словами, французы мало работают и слишком многого требуют. Саркази собирается сократить социальную помощь и ужесточить законы в отношении приезжих. Многие налогоплательщики решили, да, Саркази – это воплощение крайности, но невозможно постоянно платить за тех, кто ничего не делает. Французы предпочли Саркази, потому что им показалось в нем больше глубины. Стране нужны изменения, и французы посчитали, что именно Николай Саркази, больше, чем какой-либо другой кандидат, подходит для того, чтобы провести необходимые реформы. Будет напряжение, насилие. Но большинство французов выразили свое согласие с этими реформами. Сразу после известия о победе правых, страна фактически разделилась на два непримиримых лагеря. Пока Сарказисты веселились на площади Согласия, несогласные с выбором соотечественников, двинулись на площадь Бастилий громить витрины и жечь автомобили. В первую же ночь по всей Франции спалили около 700 машин. Сейчас счет перевалил уже за полторы тысячи. Два года назад, во время беспорядков в эмигрантских кварталах Парижа, на тот момент министр внутренних дел Николай Саркази говорил, что нужно очистить пригороды от отребья с помощью водометов. Будет ли он столь же непримиримо бороться с так называемым отребьем, теперь став президентом? В канун выборов Сигален Руайаль предупреждала, что избрание Николая Саркази приведет к конфликтам и насилию во Франции. Впрочем, с ней не совсем согласен известный французский политолог Кири Демонбриаль. Социальное возмущение, которое наблюдается против выборного президента, его источником является экстремистское меньшинство. Оно не является репрезентативным для французского общества и не стоит придавать этому чрезмерного значения. Но природа французского общества такова, что теперь Саркази придется проявить весь свой талант и ловкость, чтобы объединить общество. В принципе, он уже продемонстрировал и талант, и ловкость в ходе предвыборной кампании. Что касается внешних связей, то и здесь ожидаются перемены. Во-первых, Саркази намерен сблизить Францию с Америкой. И во-вторых, вести диалог с Россией он собирается с более жестких позиций. Если вы хотите, чтобы я сказал, кому я ближе, к Соединенным Штатам или к России, которая ведет себя так, как мы это видели в Чечне, то я ближе к Соединенным Штатам, заявил в одном из своих интервью Саркази. Отношения с США – одна из основ внешней политики Франции. Настало время открыть новую эру в трансатлантических отношениях. Я не думаю, что Саркази целиком откроется перед США и полностью закроется для России. У него сохранится более открытый, но и более критический взгляд на политику США, как и у Ширака. Он не пойдет вслед за США. Он не вчерашний Блэр по отношению к Бушу. Что касается отношений с Россией, он без сомнения будет затрагивать болезненные темы. Но мне кажется, он сохранит открытые отношения с Москвой. Пополнит ли Франции антироссийский хор, будет зависеть от того, кто станет новым министром иностранных дел. Одна из кандидатур на этот пост – советник Саркази и председатель Евроатлантической ассамблеи Пьер Лелюш. Он сравнивает нынешнюю Россию с Германией 1918 года и называет нашу страну реваншистской и националистической. Однако господин Дэмон Бриаль не уверен, что именно Лелюш получит этот пост. Я очень впечатлен тем, что вы практически уже назначили Лелюша министром иностранных дел. Господин Лелюш был моим сотрудником в течение 10 лет. Если бы я был президентом, я бы подумал о том, кого я бы назначил на этот пост. Но я оставлю это право тому, кто был избран президентом. Впрочем, говорят, что в окружении Николя Саркази более реальной кандидатурой на пост главы МИДа считается Олен Джуппе. Но сумеет ли опытный политик и бывший премьер Франции ограничить проамериканские настроения Саркази? Я несколько удивлен вашей настойчивостью. Это как если бы я спрашивал вас настойчиво, то же будет будущим министром иностранных дел России после президентских выборов. Думаю, если бы вы сегодня поговорили с Саркази, точного ответа он вам бы и сам не дал. Я не хочу, я просто не могу. Давайте подождем, всего несколько дней терпения. Возможно, новый президент Франции будет не лучшим партнером для России. Однако врагами мы тоже вряд ли станем. Слишком многое нас связывает и не только в историческом контексте. Французы намерены покупать у нас энергоресурсы и продавать нам автомобили, самолеты и скоростные поезда. А как известно, ничто так не сближает страны, как денежные интересы. Какая погода в итоге возобладает в российско-французских отношениях? Ясная, дождливая или как сегодня в Париж с легкими облаками? Сейчас можно только гадать. Это тот самый случай, когда точный прогноз на завтра мы узнаем только послезавтра. Как бы то ни было, 17 мая ключи от Елисейского дворца перейдут от Жака Ширака к новому лидеру Франции, Николе Саркази. Как говорят французы, «le carote son quid» – «морковка уже сварена, дело сделано и ничего не изменишь». Россия остается только надеяться, что Саркази будет таким президентом, каким он показался своим избирателем, рассудительным прагматиком. Рамиль Гатаулина, Владимир Мачехин, Олег Инудинов. Аналитическая программа «По скриптум. Париж». В России же минувший неизменно.